Всем привет, уважаемые любители Русской Рыбалки 4, с вами Медиазона ТВ. Сегодня мы находимся на озере Куори, на точке 93-101. Глубина 150 см, на этой точке у нас неплохо клюет рапушка, залетает форель и сиг Куорский. Давайте расскажу особенности поклевок сига Куорского. Очень тяжелая рыба в плане подсечки. Итак, как я ориентируюсь? Я смотрю не на поплавки, а смотрю на саму рыбу, то есть именно на крючки. После того, как у нас происходят поклевки, если сиг Куорский подцепился, то он уходит либо вниз, либо в сторону. Это важно. То есть в этот момент можно рыбу подсекать. Как таковые поплавки ничего не дают, потому что они не всегда показывают ту ситуацию, которая происходит. То есть рыба может немножко не до конца зацепиться и поплавок может утонуть полностью. Но это ничего не говорит. То есть если рыба пошла в сторону, то скорее всего это зацеп. Итак, 90-131, глубина 150, значит находится там в квадрате, предположим Е6, да, то есть появляемся на базе, бежим в паровую сторону. Ловлю я на такие махи, ловлю вот на такие вот сборочки, то есть 24,6 нейлон, 6-й средний, личинка поденки плюс личинка веснянка. Все сборочки у нас идентичны. Вот везде у нас 6-й средний, везде у нас 24,6. В принципе, на какой мах вы будете ловить или на какую-то флюрокарбоновую там или нейлоновую леску особо роли не играет. Потому что всего за час я поймал около 9 сигов-кворских. Почему я так могу утверждать? Потому что рыба видна, рыба видна, ее можно понять, что там за крокодил сидит. Вот, и соответственно, мы, мы это, точнее, не смог я подсечь, вот, так сказать, эту рыбу, которая сига-кворского. Ну вот, давайте сейчас посмотрим. Вон у нас еще крокодиле глаз. Так, здесь у нас что? Давайте тут подсечем, попробуем. То есть, грубо говоря, рыба уходит, рыба уходит, и в этот момент Медовский пытается ее подсечь. Давайте вот сейчас смотрим. Оп, она пошла, и все. Мы ее подсекаем и спокойно вытаскиваем. Балдежь. Так, давайте теперь самому главному перейдем к нашему улову. Давайте, и так. Из Прилова на точке голец арктически залетело 2 штучки. Густерана есть, поклевывает. Вот, окунь также был. Платова обыкновенная на точке присутствует. Ряпочки достаточно много, самая большая на 501 грамм. То есть, в принципе, за счет крючков у нас много крупной ряпушки. Вот, Сикорский смог подсечь всего 5 штучек. Вот, самое большое, 1,118. Вот, всего у меня было где-то, ну, штучки 3-4 еще не подсек. То есть, поспешил. Форель озерный тоже на точке присутствует. Плюет и достаточно неплохо. Единственный размер, короче, не впечатляет. Форель радужный и форель всеванская тоже на точке присутствует. Всем, не хвостанье чешуи. И с вами был у меня Зона ТВ. Пробуйте закрыть Сига-Корского. Вот, ряпушку. Ну, и, наверное, поровить форелечку, если, конечно, если мощные махи. Также можно попробовать на матче постоять. Попробовать повысиживать. Вот, давайте сейчас попробуем. Попробуем сделать подсечку. Вот у нас клюет крокодил. Вот, то есть, на поплавок мы обратно внимания практически не обращаем. Можно, конечно, обращать, но не нужно. Интересно, да, поглевка происходит? То есть, у нас сама наживка вот находится, да, он клюет вообще в другом месте. Вот, смотрим, наблюдаем. Оп, пошла. Все, можно подсекать. То есть, в принципе, вот так и происходит. Оп, балдеж. Еще одна ряпушка трофейная. Балдеж. Всем ни хвоста, ни шии. С вами был меня, Зона ТВ. Вот, пробуйте закрыть ряпушку и Сига Коварского. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...